Надо, чтобы все понимали, что Архангельская представляет из себя не только центральную часть, которая сейчас оказалась за забором военного санатория, но в первую очередь ценность усадьбы определяют его окружение. Территория, которая бесспорно относится к памятнику, к его исторической части, это пейзажный парк с Аполлоновой, Горятинской и другими рощами, Воронковскую рощу, которая почти полностью сохранилась с начала XIX века. Территория, прилегающая к театру Гонзага, это роща пейзажного парка. И Лохин остров, это как раз те панорамы, которые раскрываются с смотровой площадки. Тем не менее, начиная с 2001 года, органы власти всех уровней, в первую очередь это администрация Красногорского района, также правительство Московской области, какие-то федеральные ведомства, начали распродавать, сдавать в аренду и всеми возможными способами распределять эти земли. К настоящему времени практически вся площадь охранной зоны и практически вся территория памятника оказались уже в собственности или в аренде у различных лиц. В основном это какие-то такие подставные фирмы. То есть под каждый участок создается своя фирма, очень трудно установить реального владельца. Ну вот сейчас там по многочисленным сообщениям в СМИ, по каким-то там разговорам, слухам, говорят, что пейзажный парк купил Виксельберг. Естественно, что эти люди покупали землю не просто так, все они хотят на ней строить. И, видимо, когда им ее продавали, продавали с какими-то обязательствами, что выведут эту землю из охранного статуса и разрешат на ней строительство. Глава Красногорского района обратился к губернатору с письмом с просьбой оказать содействие в корректировке и пересмотре этих зон охраны. Вот последний проект, который появился в декабре 2010 года, и он был направлен Министерством культуры на рассмотрение в Росохранкультуру, он предполагал сокращение территории памятников в 10 раз и почти полную ликвидацию охранной зоны. Но на сегодняшний день до сих пор эта корректировка не утверждена. Нам пока как-то удается вот сдерживать. Одно из таких явных нарушений, которое бросается в глаза сразу, это два дома, которые выстроены на берегу Горятинского пруда. Этот дом выстроен был Касаваном, в бытность его руководителем департамента строительства города Москвы. Ну и естественно, что никто из правоохранительных органов спорить с такими высокими людьми не решался, не решается. Прошлым летом вот такой был циничный ход со стороны администрации по отношению к усадьбе. Глава района выдал разрешение на вырубку 950 деревьев в охранной зоне. Это та лесополоса, которая шла вдоль Лилинского шоссе и фактически предваряла такой парадный подъезд к усадьбе, к Липовой аллее. Несмотря на протесты прокуратуры, несмотря на протесты общественности, все-таки эти деревья были вырублены. На их месте построена высоковольтная линия электропередач, уродующая подъезд к усадьбе. Архангельская это национальное достояние вообще, которое могло бы стать там в ряд с лучшими музеями мира и Европы. И вот эти наши высокопоставленные начальники каждый день проезжают мимо, видят появляющиеся заборы, какую-то застройку, видят в каком состоянии находится музей, что на 30 лет реставрируется. И у них почему-то не возникает желания как-то сохранить усадьбу в целостности и создать в ней такой настоящий развитой музейный комплекс. К сожалению, весной этого года судья арбитражного суда Московской области приняли три решения, по которым признали законными договоры аренды участков усадебного парка, который окружает театр Гонзага. Но это та часть усадьбы, без которой вообще немыслимо существование всего архитектурного парка в ансамбле. И сейчас собрано 5000 подписей президенту Российской Федерации с просьбой вмешаться в ситуацию и как-то помочь сохранить целостность ансамбля, предотвратить застройку парка. Ну, надо сказать, что на 20 июня назначено рассмотрение апелляционных жалоб про сохранку культуры и музею усадьбы в апелляционном суде. У нас, конечно, есть надежда, что более высокие инстанции признают эти договоры все-таки незаконными.